Чемпионат вооруженных сил по боксу уже в четвертый раз проходит на базе Рязанского высшего воздушно-десантного училища имени генерала армии Маргелова. В этом году в нем примут участие 110 спортсменов практически со всех военных округов страны. Здесь собрались лучшие военнослужащие различных родов войск, однако десантников все же подавляющее большинство. Рязань представит порядка 30 спортсменов. Предыдущим командующим Шаманом Владимиром Анатольевичем была поставлена задача перед ВДВ выступить на Олимпийских играх в Токио. Сейчас потихонечку мы идем выполняем эту задачу, но уровень соревнований вы сами уже будете смотреть и видеть. Из 110 участников 70 мастеров спорта, 8 мастеров международного класса. Церемония открытия традиционно началась с парада участников, после чего гостей поприветствовали начальник Рязанского высшего воздушно-десантного училища генерал-майор Анатолий Концевой и министр молодежной политики, физической культуры и спорта Татьяна Пыжонкова, которые пожелали спортсменам удачи в достижении результатов. Гостей чемпионата по старинному русскому обычаю угостили хлебом с солью, после чего они смогли увидеть знаменитые показательные выступления десантников. Почетным гостем чемпионата стал главный тренер мужской сборной России по боксу Эдуард Кравцов. В своем интервью нашей телекомпании он отметил, что последний чемпионат Европы по боксу показал, что российская сборная находится не в лучшем состоянии. Так что сейчас ведется усиленная работа по изменению ситуации и не последнюю роль в этом может сыграть армейский бокс. Именно он, по словам Эдуарда Кравцова, был и остается золотым резервом сборной национальной команды. Великие боксеры вышли из армейского бокса. Поэтому мы уделяем большое внимание развитию бокса в армии как военно-прикладного вида спорта и с прицелом на то, что мы будем черпать отсюда талантливых боксеров, которые будут достойно представлять нашу страну в дальнейшем. В день открытия прошло всего семь боев. Это предварительные отборочные бои, по результатам которых спортсмены попадут в четверть финала. Ну а сам чемпионат вооруженных сил Российской Федерации является отборным перед чемпионатом России по боксу. Кроме того, он является турниром класса А. Победитель получает звание мастер спорта. Соревнования будут проходить на протяжении пяти дней. Финал состоится в воскресенье 16 июля. В этот день соревнование посетит большое количество почетных гостей, в том числе и сам Владимир Шаманов, который и наградит победителей.